Продукция из Казахстана на прилавках в магазинах Хакасии появилась недавно. Дешевая жидкость среди определенного контингента завоевала популярность и употреблять ее стали как горячительный напиток. Торговлей сомнительными ароматизаторами для мучных изделий заинтересовалась полиция. Силовики изъяли в одной из торговых точек Абакана 9 литров алкогольной продукции – Наполеон, хлебный, кедровый. Содержимое бутылок отправили на экспертизу. Естественно, определяется крепость, количество содержания спирта, также проводится качественная реакция наличия петилового спирта. В 2013 году алкогольную продукцию из Казахстана в других регионах уже проверяли. Экспертиза выявила превышение концентрации сивушного масла, ацетон и другие неизвестные вещества. Не исключено, что такие компоненты есть и в ароматической жидкости. Вот так выглядит эта пищевая добавка и внешним видом, и наполнением она больше похожа на дешевый портвейн. Состав у нее такой. Спирт этиловый, ароматизаторы, коньяк 600, коньяк 532 и апельсин 590. Не надо быть профессиональным кулинаром, чтобы понять, что не очень это похоже на ингредиент к хлебобулочным изделиям. А крепость этой жидкости – 45%. За безобидным названием продукции для домохозяек скрывается опасная химическая смесь, способная отравить человека и оставить тяжелые последствия. В прошлом году от спиртной добавки пострадали жители Иркутской и Омской области, Красноярского края и Якутии. Силовики опасаются, что на очереди Хакасия. И пока запретить продавать суррогат предпринимателям не могут. Приобрести жидкость сомнительного содержания может абсолютно любой. Нам эта бутылка обошлась в 150 рублей, причем при продаже продавец сказала, берите водка хорошая. Однако предприниматели обезопасили себя надписью. При случайном проглатывании обратиться за медицинской помощью. То есть продавать ее все равно можно, это ведь пищевая добавка. Но как показывает практика, любителей выпить опасное содержимое никогда не останавливало, да еще и по такой цене. Изменить ситуацию поможет только официальное заключение экспертизы и решение суда. Если продукция с прилавков не исчезнет, то хотя бы можно будет наказывать продавцов, которые, кстати говоря, ни налоги, ни акцизы за спиртную пищевую добавку не платят. Мария Добрынина, Игорь Брюханов, Вести Хакасия.